друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал деревенский дневник очень многодетной мамой и канал мать-героиня мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей напоминаю вам о том что у меня появился телеграм-канал ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях ну а также своих хороших и добрых зрителей я хочу поблагодарить за ваши лайки за ваши подписки за ваши хорошие добрые веселые интересные комментарии ребят огромное вам спасибо за вашу поддержку ну что друзья мои вчера мы с вами по горячим следам обсудили вчерашний киношедевр лёльки поберухи да тот самый где лёля во всей красе демонстрировала сколько же у них мясо налетай срочно да был такой посыл у поверухи для москвичей не забывайте дорогие мои подписчики что в середине марта мы отправляемся с мясом в москву кричала лёлька в очередной раз та самая которая всегда делает акцент ой у нас так много заказов так много заказов правда москва как-то отстает да друзья мои вы знаете вчера были очень интересные комментарии сегодня и на моем канале и собственно под вот этим вот роликом у поверухи на что я хочу обратить ваше внимание лёльки вчера писали под ее роликом оля пора отвыкать я выращу я переделаю у тебя теперь есть муж и хозяин всего вам самого наилучшего ну и хомяки пишут точно точно улечка ты ведь теперь замуж вышла ты теперь замужем ну да ребят я смотрю до некоторых так и не доходит что одно дело сказать что я замужем и я за каменной как замужем как за каменной стеной абсолютно другое дело быть действительно поистине замужем лёлька понятное дело лёлька греху сейчас пытается показать так скажем с лучшей стороны такой муж такой весь из себя замечательный так взял за нас ответственность и за меня и за детей и за всех на свете но что мы видим по факту а по факту мы видим то что видели до этого ту же самую картину я бы сказала ребята те же яйца только в профиль как сидела лёлька на стримах как побиралась так собственно и продолжает побираться по сей день какой хозяин к чертовой матери как можно быть хозяином в чужом доме вот мне просто очень даже интересно да я бы поняла если бы он действительно был молодец если бы он притащил лёльку и все ее семейство к себе в какой-то свой дом ведь побируха кричала у гриши есть свой дом у гриши свой дом ну типа давая нам понять что нет 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 он никакой не альфонс он не гол как сокол у него что-то есть за душой но одно дело говорить а другое дело если там это на самом деле в чем я очень сильно сомневаюсь что у гриши вообще что то есть поэтому он сам себя там не чувствует никаким хозяином и она его таковым не считает она как считала что она там самое главное самое основное опять же был бы у нее мужчина действительно за которым она могла бы себя почувствовать да вот я замужем муж решает проблемы решает мои какие-то вопросы и так далее это одно но она этого не ощущает она просто на словах пытается в глазах общественности поднять поднять вот гришу мол смотрите какой он молодец но он таковым не является и поэтому лёлька уже по своей доброй традиции по своей доброй привычке говорит я сделаю я выращу я переделаю я туда я сюда и так далее да друзья мои именно так ведь вспомните как она сказала муж купила резину да ну вот пришлось за резину отдать такие-то такие-то деньги вот попала еще и на резину да да никакой муж ей не давал никаких денег на резину лёлька все это дело приобретала сама но опять же за деньги хомяков да которые продолжают собирать лёльки на непонятных юристов на непонятные возражения в суде и так далее далее друзья мои лёлькины хомяки даже хомяки озаботились о состоянии здоровья поберухи пишут ей оленька срочно срочно купите себе какую-нибудь теплую обувь ну куда вы в тапочках ну поберегите себя олечка ну что же вы да а я смотрю друзья мои олечке нет никакого дела да ладно бы как я сказала уже до себя да но по крайней мере ты же рассказываешь о том что ты беременная выскакивает в одном спортивном костюме на распашку вот эта жилетка в обуви в каких-то тапках непонятных вообще плевать на все про все но друзья мои мне очень понравился еще и комментарии которые писали как на моем канале так и на канале у поберухи по поводу свиней вот здесь я согласна да как лёлька вчера носилась кричала изображала из себя такую девочку-фефочку ой гриша ты не боится поросят а я-то боюсь ой вдруг они меня там цапнут тяпнут и так далее я конечно посмеялась по этому поводу сказав о том что лёль да ты сама будешь побольше этих поросят да это они тебя там должны бояться и нестись от себя в рассыпную но я согласна с комментаторами которые пишут следующие комментарии комментарии следующего содержания но вообще странно держать свиней и бояться их я согласна друзья мои это действительно какая-то очень интересная ситуация да то есть ты рассказываешь нам о том что у тебя по сути нет никаких помощников да она говорит муж приезжает раз в три дня я сама сама есть некий как она сказала приходящий доер да то есть который по сути к этим свиньям не имеет никакого отношения и ты позиционируешь себя что именно ты здесь все делаешь абсолютно сама в том числе и сама занимаешься этими свиньи простите пожалуйста как можно ими заниматься когда тебе нужно ходить а несколько раз в день их кормить да два раза в день допустим тебе нужно их кормить тебе нужно там чистить у них убирать что-то еще делать какие-то манипуляции производить да в случае чего если там кто-то из-за свиней там захворал заболел и так далее ладно хорошо окей это она может вызвать ответ врача но какие-то элементарные вещи может быть может сделать и сама да но в любом случае как ты можешь ходить даже элементарно кормить этих свиней как ты можешь это делать если ты их боишься ой ой гриша они меня цапнут да вот говорит свинячие семейства ну да в этом свинячем семействе друзья мои наша поберуха как я вчера уже сказала смотрелась очень хорошо она буквально вписывалась в эту прекрасную свинячую картинку но люлька ведет себя похуже этих поросят в общем очень интересно конечно же друзья мои гриша тоже очень сильно на что я вчера еще обратила внимание упахивается на люленом хозяйстве но что самое интересное понимаете гриша не может не может тёлок никак до понять где какая тёлка где как зовут тёлок нет я бы еще поняла если бы там тёлок было штук 30 или 40 да и гриша бы действительно запамятовал как и какую тёлку зовут а тут лёлька ему объясняла вот смотри у этой на мордашке там такое-то пятнышко у этой пятнышка нет вы меня извините заблудиться друзья мои среди там трёх тёлок да это как-то очень даже я бы сказала странно там сколько у неё там три тёлки или четыре тёлки я там если честно их не считала но в любом случае их совсем немного да то есть если бы ты действительно ходил как я вчера сказала на это хозяйство и занимался этим хозяйством ты бы знал бы прекрасно какая тёлка кого как зовут где какая и так далее то же самое поберуха друзья мои если бы она ходила к этим свиньям как она говорит я все сама да сама мужа нет муж приезжает раз в три дня и так далее у него объекту на этих объектах живет все бы она тоже не боялась бы этих свиней а это еще раз говорит о том что лёльку мы опять с вами поймали на вранье друзья мои да да потому что это показательные выступления как она шуриком типа аля ходили они там убирались и так далее за них делали все другие люди которых там нанимают то же самое с грешаний друзья мои обратите внимание нам столько раз рассказывали какое грешание занятой ребят нам без конца с вами рассказывала лёля о том какой гриша труженик такой деловой такой занятой домой приезжает только раз в три дня до с утра до ночи работает и раз в три дня приезжает домой дабы спасти здесь лёличку ей помочь но при всем при этом когда лёлька выкладывает какие-то свои стримы когда она выкладывает какие-то свои ролики по странному стечению обстоятельств сказала бы я грешание всегда находится в кадре вы знаете грешание просто несказанно везет до день рождения грешания дома лёльки надо ехать в будний день в перинатальный центр грешание имеет возможность ехать прямо в этот день вместе с лёлькой причем до перинатального центра занятой муж друзья мои находит время даже для того чтобы заехать в лес и подурачиться там валяться на снегу и так далее вот пожалуйста занимаются мясом грешание тоже в кадре занимается чем угодно только не стройкой друзья мои да чем угодно всегда у лёльки на посылках да такой знаете бегает и там и сям и как говорится везде везде то он успевает вот я считаю что здесь здесь все таки что-то очень действительно странно я конечно понимаю лёльку которая нахваливает гришу опять же это все понятно она пытается его показать с лучшей стороны да мол нет 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 он не такой он не альфонс он тоже молодец он тоже состоявшийся человек и так далее ну понятное дело ну что ж она будет сама лично своего мужа как говорится да вот обзывать и всяко разно давать возможность думать о нем плохо конечно же нет ну и лёльки на хомяки тоже вторят ей да гриша молодец гриша труженик гриша замечательно знаете вот как-то очень странно да увидели там грешанию с куском мяса который бегает вместе с лёлькой вокруг там да где-нибудь вокруг дома или в доме все гриша труженик друзья мои да мы помним все эти эпитеты хомяки уже благополучно раздавали абсолютно всем в том числе и шурику но и конечно же конечно же они будут нахваливать всех тех мужчин которые так или иначе сейчас находятся возле поберухи и про которых сама лёлька отзывается с теплотой и с добротой как-то так друзья мои да вот и шурика ждут на мяско в гости вообще хочу сказать у них там дружная шведская семья очень я бы сказала высокие отношения да помните как фильме покровские ворота вот все то же самое да практически и шурика любим приголубим и значит этого тоже да и шурика как собака на сене и сама ням как говорится и другим не дам я смотрю грешаня к этой ситуации абсолютно нормально относится а чё тут такого люль а как же твои слова которые ты произносила нет пусть шурик приезжает пусть он встречается со своей дочкой варенькой на какой-то нейтральной территории пусть снимает какую-то квартиру я буду дочку отдавать ему и так далее даже близко такого нет шурика ждут и даже мяско готовят не деткам а своим полюбовничкам общем действительно поистине очень высокие отношения нам конечно такого друзья мои не понять ну что вот такой у меня получился небольшой обзор пишите что думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии всех целую обнимаю всем пока пока и конечно же мои хорошие до скорых встреч и и и